Теперь рассмотрим управление зачислением на обучение в онлайн-курсы. Мы уже на предыдущем занятии выяснили, что первый способ – это запись пользователей вручную. Когда вы находитесь в вашем курсе, нажимаете кнопочку «Управление курсом участники», вы можете записывать, добавлять, это мы уже рассмотрели. Это называется «Ручная запись», запись вручную. Но есть еще и другие способы, мы их сейчас рассмотрим. Для этого откройте меню, блок точнее «Настройки». Этот блок доступен как администратору всего сайта, так и автору курса, тому, кто имеет права учителя, он же и преподаватель. Это звучит по-разному в школе и в УЗИ, но с точки зрения модул это одно и то же. Кроме того, эти права на зачисление и управление курсом есть еще у одной роли, у управляющего курса. Так вот, эти все три роли видят вот этот блок «Настройки», а в нем группа пользователей. И в нем есть подгруппа «Способы зачисления на курс». По умолчанию работает зачисление вручную, и мы сразу видим, сколько человек вручную было зачислено. Рассмотрим следующий вариант «Самостоятельная запись». Этот вариант сейчас выключен. Чтобы его включить, нужно кликнуть по иконке с глазом. Все, теперь этот способ имеется. Самостоятельная запись. Для контроля я всегда использую второй браузер, в котором буду входить с учетной записью обучаемого. Авторизуюсь с учетной записью обучаемого. У меня есть такая демо-демо, я с ней тренируюсь. Всегда советую вам пользоваться этим вариантом для контроля. И в меню «Мои курсы» этот курс, он называется «Название курса», уже есть. Этот уже сработал прием. Давайте я эту демо Ивановну сейчас исключу. И проверю, может ли она записаться самостоятельно. Вот это демо Ивановна. Удаляю, исключаю. Открываю снова второй браузер, это Opera. Обновляю страничку и вижу, что в группе меню «Мои курсы» больше этого курса нет. Этот курс находится на сайте. Если я хочу, чтобы мои обучаемые записались на этот курс, я им рассылаю ссылку. Даю ссылку на этот курс. Вот эта ссылка. Если я им даю, говорю, записывайтесь в мой курс, они видят, они видят эту ссылку. Кстати, видите, когда картинки нет, вот такая вот автоматическая картинка появляется. Он предлагает самостоятельную запись в качестве слушателя. Повторяю, я включил в управление курса. В группе пользователей «Способы зачисления на курс» я добавил самостоятельная запись. После добавления этого способа можно самостоятельно записаться на кодовое слово. И кодовое слово для этого не требуется. Значит, есть третий вариант, когда автор курса или администратор устанавливает кодовое слово. При нажатии «Записаться на курс» наша Дема Ивановна, вот покажу еще раз ее, вот она Дема Ивановна, сделаю покрупнее, записалась на этот курс. В личном кабинете она видит, кто здесь преподаватели, где оценки, какие сертификаты, какие элементы и какие компетенции. Обращаю внимание, что компетенции у нас не используются, но если надо, мы можем рассмотреть и управление компетенциями. Сообщайте. Итак, тут одно задание, можно спокойно его выполнять. Открывает задание. Кстати, оно уже размещено в виде файла, может его редактировать прекрасно. Теперь мы изменим способ. Третий способ. Способы зачисления, вот этот самостоятельный, мы модифицируем. Включаем редактировать и добавляем кодовое слово. Вот здесь, например, код. Вот этот код. Слово из трех букв. Если кто-то знает это слово, то он будет авторизован. Больше ничего не меняем. И нажимаем сохранить. Для чистоты эксперимента уберем из управления курсом, из участников, уберем нашу демо Ивановну. И снова пригласим наших участников каким-то способом, скорее всего, по электронной почте. Скопируем вот эту ссылку и скажем, уважаемые коллеги, заходите. Наши коллеги, наши студенты, школьники или кто-то еще открывают эту ссылку и видят, что требуется кодовое слово. Вот здесь уже кодовое слово требуется для самостоятельной записи. То есть мы используем третий способ зачисления. Если кто-то захочет ввести, я сейчас ввожу неправильно, и записаться, я нажал 1, 2, 3, то не пускает. Если напишет правильно, код, записаться на курс, в этом случае, все, он получил доступ. Вот это третий способ. Видит то же самое. Это третий способ. Повторяю, управление курсом. Да, не здесь. Настройки, пользователи, группа, способы зачисления на курс. Вот три способа мы рассмотрели. Есть еще гостевой доступ, когда любой желающий, даже не авторизованный, может зайти посмотреть. Но никаких заданий, никаких оценок он получить не сможет. Давайте мы еще раз зайдем сюда без авторизации. Выход. Снова откроем эту ссылку. И видим, что гость вошел. Гость вошел. Вот он видит задание. Но он не может дойти кнопку для размещения файла. То есть он видит все, но никаких действий, кроме просмотра, делать не может. Если убрать этот способ, скрыть и снова предложить туда зайти не авторизованному участнику, вот он не авторизован, то будет надпись. Гости не имеют права. Не имеют права. Вот я гостевой доступ. Вот здесь видно гостевой доступ. Не могу зайти. Так. Какие еще способы есть у нас? Есть еще способы через группы. Мы не рассматриваем его, когда записавшись в какую-то группу в каком-то курсе, автоматически можно получить доступ к другим курсам. Этого способа здесь пока нет. А также еще есть способ записи участников импорта из файла. Права пользователей учетной записи. Загрузить пользователей. Создается специальный файл. Я не буду сейчас рассказывать. Есть инструкции. Вот колоночка юзерней. Вот здесь образец есть. Пароль. Его имя, фамилия, имейл и так далее. И все это прописывается в табличке. Загружается это все в CSV файл. Эти поля разделяются запятой или точкой с запятой. Вот запятой или точкой с запятой. И после импорта и нажатия на кнопочку загрузить, вы получите загрузку их без регистрации. Этот способ пока не просили. Поэтому я вам подробно не рассказываю. Но его можно самостоятельно просмотреть здесь. Вот все способы зачисления на курс. Напомню, это гостевой доступ. Режим самозаписи в группе настройки пользователей. Способы зачисления. Самостоятельная запись без кодового слова. Самостоятельная запись с кодовым словом. Это в режиме редактирования добавляется кодовое слово. А также способы записи через файл и через группы, через внешние группы.